Всем привет, с вами Юми Илья. Посмотрим видосик за котуна. Ты точно хочешь его разыграть? Самое прикольное то, что после его, такой многоточия, ты точно хочешь его. И тут уже включается фантазия маленьких извращенцев и в конце так разыграть. Ага, ага. Короче, поехали смотреть. Потом на инсту подпишитесь, мне будет приятно. А это у него ускоренная версия. Кстати, ускоренная версия тоже прикольно смотрится. Привет. Привет, я соскучилась, кстати, по запутану. Хорошо вам сейчас. Есть компьютеры, приставки, майнкрафты и ютуб. Развлечения на любой вкус. Но поверьте, мы в детстве... Манго, аниме, сериальчики. Мы тоже не скучали. Я, кстати, сейчас начала пересматривать старое аниме. Рыцарь-вампир. Я смотрела его, когда вообще мелкой была. И вот сейчас его пересматриваю, и многие вещи кажутся такими странными. Это аниме в такой степени прям очень детское. Хотя раньше я такая, о боже, какое оно крутое, какая там любовь. Как все интересно, классно. А сейчас сижу просто иногда краснею, испытываю испанский стыд. В некоторых моментах этого аниме. Там ничего такого прям супер серьезного нет. И извращенского такого вот странного. Но все равно некоторые моменты так смущают. Даже меня вот сейчас, когда мне уже 22. Ладно, сори за такое долгое ответвление. Было весело поиграть в футбол, скатиться с горки на одних штанах летом. Или запинать снеговика за то, что он должен нам снег. Что? Ой, там Лео что-то кричит. Достаточно. Если завтра товара не будет, эта морковка станет последним, что увидит твоя простата. Что? Бедный снеговик. Я уже говорил, что у меня больная фантазия. Мы это знали. Мы не умели по гаражам прыгать до тех пор, пока на них не установили систему, при которой, касаясь двух гаражей одновременно, тебя бьет током. Это же насколько мы всех достали. Я не знала, что такая система есть. Но не беда. Из этого мы тоже извлекли пользу. Теперь ты не считался мужиком и не мог вступить в нашу банду, пока не прошел обряд посвящения гаражом. Что? А это точно безопасно? Нет. В смысле? Че-то... Че-то, парень, я не понял, ты мужик или кто? Небось, лобакой от прививки ты не чешешь манто. Давай коснись рукой металла, докажи, что не трус. И после этого ты признан, я к тебе повернусь. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Не особо воодушевляет. Но среди всех развлечений было то, что будоражило молодую кровь больше всего. Джим Херри. Это различные шалости и пранки. Да, мы занимались ими до того, как это стало мейнстримом. И без этих ваших ютубов и интернетов. Так вот, в нашем арсенале было очень много способов разозлить соседей и местный народ. Ой, петарды, вот это я больше всего не люблю. Знаете, как человеку в капюшон закинуть петарду, это самое ужасное, что можно только делать. Вообще, вот эти вот игры с огнем, со спичками, с петардами, это все ужасно. Кто-то сказал арсенал, у меня много чего есть в War Thunder. Авиация, танки... Так, перекоруптим чуточку. Ой. То, что я буду говорить дальше, не является призывом к действию или неким туториалом. Это просто мои воспоминания. Все трюки выполнены профессионалами. Не повторять. Окей. Итак, простые приколы нам быстро надоели. Типа тех, где надо постучать в двери и убежать. Или даже телефонные розыгрыши. Я вспомнила еще одну супер неловкую историю, блин. Я просто записала ролик на второй канал с неловкими историями только сегодня и вспомнила еще одну. Он связан с телефоном. Я слушаю. Алло. Это полиция. Сдавайтесь. Мы вас вычислили. Черт. Ганс. Нас рассекретили. Меняем дислокацию и сбавься от заложника. Что? Что за шею? Нормально, да? Мы достаточно быстро эволюционировали до уличных пранков. И первый же из них вышел из-под контроля. Мы с другом хотели разыграть сценку избиения. О, какие гимны. И посмотреть на реакцию прохожих. Собственно, вот что из этого вышло. Ну, че там? Да погоди. О, вон кто-то идет. На, получай. Получай. На, я бью тебя больно. Ха-ха-ха. Ты, подонок. Ты что ж творишь? Ты падла эдакая. Ребенка мочишь, скотина. А если тебя так же? Как? Нравится? Да я таких, как ты, в 45-м на бутылке сож... Да, уже в то время мы рисковали своими жизнями ради науки. А сейчас все дома. Врубил комп и сиди сражайся. Да, кстати, что ты там хотел сказать? А, продолжение? Вартандер, глянь. Что? А, что тебя там... Он этот раз сделал разделение, да? Вначале чуть-чуть рекламы, дальше чуть-чуть рекламы. ...делять тебя на фоне других игроков, а заработать ачивки и ресурсы... Не... В общем, с тех пор мы стали немного осторожнее в выборе жертвы и самих приколов. Но энтузиазм не пропал. Следующим шагом была масштабная спецоперация. Мы собрались с всеми друзьями, скинулись денежкой, кто сколько может, а их пришлось клянчить у родителей. Пап, дай денег. Тебе на что? Пошалить? Эх, етить твою налево! Еще молоко на губах не обсохло, а уже шалить собрался. Да, пап, ты не про то подумал. Нам для розыгрыша. А, тогда не дам. А на то толпы, да? Мы купили бомбочки. Нам хватило на две пачки. Задумка была в следующем. Вдоль одной аллейки стоял старый засыпанный колодец. Мы прятались за него, ждали жертву и, когда приближался человек, кидали туда бомбочку, смотря на реакцию. Но это не все. Хоть и нет, я думала, они прям человека как-то кидали или рядом с ним, но... Это жестко тоже вообще, потому что я бы такого лично испугалась, но... Чуть дальше на тропинке этого же человека ждала другая команда. Которая также поджигала бомбочку и кидала ее под лопух, прямо на тропинке. Короче... Дамо кир! Ужас! В тот день мы смеялись как никогда. Жалко, телефонов с камерой еще не было. Мы бы стали звездами, это точно. Зато были лихие девяностые и отсутствие у нас инстинкта самосохранения. Ужас! Так как позже мы проделали такой же трюк с каким-то братком. Чисто по ощущениям в тот день я превысил скорость звука. Сейчас такое можно разве что в том же War Thunder ощутить на... Он реально сделал так вот разделение? Сильно я перепугался в тот день. Уже получается две части было, да, и эта третья? Но венцом моего злого гения, за который мне сейчас очень стыдно... Я считал пранк, где заставил прохожего выпить грязной воды. Парень, если ты это смотришь, пожалуйста, прости. Я молод был и глуп, уж извини. Итак, подготовка началась. Захожу в магазин, покупаю колу, выпиваю половину. Черт, а это вкусно. Выпил еще немного, переборщил. Захожу домой, краду из аптечки две таблетки слабительного. Кидаю в колу, а я хорош. Захожу за другом, прошу его подыграть. Он сказал, что колы мало. Я согласился, хотел добавить. Меня остановили. Увидел лужу, добавил из нее, а я хорош. Стал искать жертву, увидел молодого парня. Короче говоря, я совершил... Я только хотела сказать, что прям как, короче говоря, выглядит. Из лужи и найдя жертву, дальше в игру вступили мои актерские таланты. Такой шикарный мужчина. Я не могу. Александр, не хотите выпить этой колы? Нет уж, спасибо. Ах, что же делать, что же делать? Мне лень ее нести. Видимо, придется выкинуть эту вкусную, освежающую и дорогую колу. Не допив ее. Мы бросаем бутылку на пути у парня и заходим за угол дома. Типа ушли. На самом деле, заняли позицию для слежки. И сколько же было счастья, когда мы увидели, что цель клюнула на наживку. Он дошел до бутылки, оглянулся и начал ее пинать. Типа ему скучно. Так он и допинал ее за угол дома. Что? Серьезно? Так взял бы уже и пошел. Любитель халявы, блин. Ужас какой. Ну да. Хочется острых ощущений, то скачайте на шворт. Так и стало. Пандер по моей специальной с... И развлекали себя в детстве. Позже, конечно, появились и компьютеры, и приставки, но про это в другой раз. А вы когда-нибудь пранковали своих знакомых или прохожих? Я, по-моему, участвовала однажды в одном пранке. Я не помню точно, что там было, но она тоже выпила из бутылки, а там в бутылке какая-то вода не такая была. Но там была не грязь, а мыло, что ли, в ней было. И я в этом участвовала. И в чем прикол? Я помню момент, как я спросила у парня, а точно все будет нормально? Он такой говорит, да она просто выпьет эту воду, почувствует вкус и выплюнет это все, и мы поугараем. Как произошло на самом деле? Мне тоже сейчас стыдно, признаю, что я в этом тоже участвовала. Эта девочка выпила чуть-чуть, не поняла, в чем проблема, выпила еще, 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 а потом ей стало плохо. Я потом очень помню, долго перед ней извинялась, потому что мне было безумно неловко. Я просто, я тупая была. Я не знала, что если выпить воду смешанную с мылом, то тебе будет плохо. До меня реально тогда не доходило. Я не могу сказать, что прям мелкая там была, мне было лет пять, я была старше. Но мне потом стало очень стыдно перед этой девочкой, честно. Очень интересно почитать ваши истории. Не думаю, что меня кто-то превзойдет, конечно. Там все как получилось, вот так вот ее подкололи, я, еще несколько людей. Я потом у нее очень долго просила прощения, остальным тоже стало неловко, они попросили прощения. Типа просто хотели ее подколоть, но все вышло из-под контроля. Стыдненько стало. Также хочу напомнить, что у меня есть свои скетчбуки. Приобрести их можно в нашем блогерском сообществе Top Bro. Кто это уже сделал, остался полностью доволен. Отзывы только положительные. Ну, а я с вами не прощаюсь, говорю лишь до свидания. До нового года, еще хотя бы разок, обязательно встретимся. Надеюсь. Пока-пока. Пока. О, тут концовка его видео. Скетчбук. Да, я знаю, что у Закатона есть скетчбук. Мне он не нужен, потому что я не умею рисовать. Многие предлагали купить скетчбук для Руси. Он не рисует на бумаге, он рисует только в Пайн Тулсей, поэтому для него это тоже не особо нужная вещица. Если бы у него было две разновидности, допустим, скетчбук и блокнот, я бы блокнот купила с радостью. Блокнотик мне был бы нужен. А скетчбук это больше для художников, для тех, кто любит рисовать, для тех, кто хочет учиться рисовать. Там Руси был на рисунке. Что? Да! Да! Смотри, ты в ролике Закатуна! Да, смотри, это арт его подписчика. Вон, смотри, кто это такой с писькой зацензуренной, а? Офигеть! Я вас поздравляю, господин! Спасибо большое, что подсказали, я не заметила, я не обратила внимания на эту детальку. Вот теперь и ты был в ролике Закатана, и я. Кто помнит, там был арт меня и Закатана, и он у себя его в ролике показал, а тут прям среди аниматоров других Руси. А что у тебя с Артом, Русь тут? Ты его так открыл, что ли, прямо? Я не знаю.